рассказы о предвидении и жизни русского народа предуведомление о смерти два года тому назад в питтсбурге город америки проживала семья по имени уильямс состоявшая из отца матери и трех детей меньше из всех восьмилетний необыкновенно живой и смышленный мальчик был любимцем родителей в одно после обеденное время когда уильямс сидела в тени своего небольшого садика беседуя с пришедшими навестить ее соседками мальчик прибежал спросить у матери позволение идти играть с товарищами что и было ему разрешено но с условием не подходить близ протекавшей речки несколько минут спустя одна из соседок заметил внезапно побледневший миссис уильямс устремленный испуганный помутившийся взгляд спросила что с ней делается не понимаю что со мной делается ответила то поднял руку и точно что смахивая с лица перед глазами у меня как будто туман и я ничего сквозь него не вижу минуту спустя она подняла руки кверху и вскрикнула господи мальчик мой тонет одна из женщин стала ее успокаивать этого быть не может говорила она когда же ему утонуть он только что ушел отсюда быстрым судорожным движением мать прижала обе руки к бокам и простонала говорю вам что он утонул он схватил меня вот тут обеими своими ручонками умоляя вытащить его из реки проговорил это она упала в глубокий обморок ее отнесли в дом и с немалым трудом привели в чувство смертельно бледное лицо ее выражало страшное отчаяние опять стали ее убеждать что она неверно наверное ошибается что мальчик не мог утонуть в такое короткое время но она продолжала мучительно стонать мальчик мой утонул я чувствую теперь как ручонки его меня обхватывали когда он умолял меня спасти его снимите с меня платье и вы увидите ей расстегнули лиф и к великому своему удивлению и к ужасу присутствующие женщины увидали следы десяти маленьких пальцев по 5 с каждой стороны ясно отпечатавшиеся на коже темно-красными полосами точно так как если бы потонувший мальчик своей предсмертной борьбе действительно уцепился за мать ища у нее спасения в эту минуту вошло несколько человек мужчин неся на руках мертвого ребенка за полчаса перед тем радостно побежавшего играть с товарищами прыгнув в реку мальчик ударился об острый конец водосточной трубы упал головой в воду и тот час захлебнулся ошеломленный падением но что всего страннее багровые следы пальцев отпечатавшиеся на теле матери еще не исчезли хотя с тех пор прошло уже два года следы эти так ясны и отчетливы что всякий невольно примет их за действительные следы живых пальцев уцепившихся за миссис уильямс в минуту спиртельной опасности предоставлю другим сделать вывод из этого странного случая источник ребус 1890 год номер 28